Мы, конечно, очень радуемся за предприятия, которые работают, работают оперативно и работают стабильно, и в том числе с программой «Автостоп». Автостекло у Альберта одно из таких. Что еще эти предприятия позволяют? Они позволяют производить акции и скидки, допустим, в марте месяце, в самом таком трудном месте, когда ни у кого денег нету, потому как все так бизнес свой организовывают, что пролетают. Автостекло у Альберта не пролетает, бизнес идет потрясающим образом. Так вот, насчет акции. До 31 марта вы можете купить на иномарку стекло за 2400 рублей. Нравится? Быстренько все владельцы иномарок с трестственными стеколами приезжают сюда, вам здесь их быстренько поменяют, вклеят, либо вставят. Автомобильный стекол, конечно, интересное дело, касаемо легковых автомобилей. Но вот, что касается грузовиков, хотели бы вы посмотреть, как меняется стекло на фретлайнере, аль на Мерседесе, большом могучем, и у вас будет сегодня такая возможность. Происходят и будут происходить вещи, в случае с автомобильным стеклом неприятные. Если для легковушки до наркоманские приколы типа разбитой форточки жизнь обращают ненамного, то представьте себе работу водителя-дальнебойщика, который вынужден наматывать тысячи километров по и так несовершенным дорогам, да еще и глядя в разбитое стекло. Но хорошо, что триплекс имеет полимерную основу. Отмотав лет 20 назад, вспомнив ЗИЛ-130, видал летом мужиков в очках, путешествующих из Белорецка в Училы. Потому как камень, либо кирпич, зажатый между парой колес заднего моста, вылетает, достает и до высот грузовой кабины. И стелинит рассыпается в неопасную крошку. Мы для съемок и для примера всемогущества сервиса автостекло у Альберта намеренно выбрали автомобиль, к которому можно было бы несколько лет назад применить прилагательное сложный. Тягач Мерседес и Фредлайнер. Молотоннажный Мерин, с широченным стеклом. Сегодня это не проблема. Ну, по крайней мере, для этих специалистов. Конечно, хотелось бы и расшириться, и работать и не на улице. Но можно, вполне, оформить вызов врача на дом. И тогда, вас не отходя от вашего, к примеру, проводящего плановый ремонт авто, стекло-то и поменяют. И благодать, в смысле благодарность довольного персонала будет вам обеспечена. Теперь по-серьезному и по существу. Конечно, молодцы, ребята. Навыки серьезные, да и рука набита. Но главное, это наличие и ассортимент. Если Фред, либо Мерседес, либо какой-нибудь нераспространенный, как девятка среди легкоушек автомобиль, это заказ, то на Супермаз, на КамАЗ. Даже на упоминавшийся ЗИЛ-130 стекла есть. И не гоже вашему большегрузу ездить с разбитым фейсом. Не гоже. Лечитесь и ремонтируйтесь у Альберта. Ну что ж, на протяжении нескольких дней у вас был внештатный сотрудник с видеокамерой, который постоянно удивлялся тому количеству и тому объему работы по грузовикам. Это что, тоже специфика вашего предприятия? По грузовикам я могу сказать следующее. Мы работаем с предприятиями по безналичному, по наличному расчету. А грузовики, сами видите, они нашего производства, иностранного производства. Ну и гости города, и частенько гости города из Белорецка могут еще и чему порадоваться? Они могут порадоваться тому, что в скором времени откроем там филивал нашего предприятия, который будет произойти все ремонтные работы, что здесь написано, с автомобилями иностранного производства, так и нашего. Также все грузовые машины и строительная техника. Это будет в нашем ведении. И еще давайте порадуемся за вашего компаньона, Борское автомобильное стекло. Сейчас, по-моему, это гораздо более чем серьезное предприятие. Оно давно было хорошим стеклом. Просто в настоящий момент компания, мировая фирма «Осаки» произвела закупку контрольного пакета. И под эгидой «Осаки Глэс Компани» будет производиться автомобильное стекло, которое дает пожизненную гарантию на свое стекло. То есть это будут стекла и на иномарке в том числе? Да, и на иномарке. В основном модели, которые будут производиться в России пока.